Музыка Яркие эмоции, жаркие схватки, непримиримые соперники, все то, что необходимо спортивным соревнованиям, все это в избытке на седьмых спортивных играх народов Якутии. К этому событию команды готовились последние пять лет и выступили в полную силу. На соревнованиях по легкой атлетике Георгий Ширгин установил рекорд в тройных прыжках и с результатом 15 метров 75 сантиметров произошел свой личный рекорд, установленный на прошлых играх народов Якутии. Он также побил рекорд своего земляка, единственного мастера спорта России в тройном прыжке Юрия Гаврильева. Состояла хорошая погода на секторе, был попутный ветер иногда между попытками, поэтому удалось показать хороший результат. Сейчас, наверное, скорее всего, если найдем финансирование, то поедем на Россию, если получится. Но если нет, то будем летом работать, осенью работать и уже будем нацелены на зимний сезон. Еще одним достижением можно считать результаты женского забега на 5000 метров. Весь пьедестал заняли воспитанницы заслуженного мастера спорта России Татьяны Жирковой. Также своеобразный рекорд в мини-футболе установила команда Оленекского района. Впервые за историю игр они прорвались в финальную часть соревнований. На четвертьфинальной стадии, обыграв одного из фаворитов турнира, Нерингвинский район. Это самые престижные соревнования в республике. Мы из года в год готовимся, стараемся попасть и пройти отборочные. Мы уже сделали очень большой шаг, мы будем получать удовольствие, постараемся попасть в пьедестал, мы будем выкладываться. Эти игры показали главное, что победа улыбается тому, кто больше к ней стремится и прилагает все свои усилия. Так, шаг за шагом своих побед и добились наши герои. Как известно, Чуропча – колыбель вольной борьбы. Улус славится своими именитыми тренерами и олимпийцами. На крупных соревнованиях чуропчинцы всегда на передовых. И на этот раз в ОМГе представлен солидный состав. Из числа сельскохозяйственных улусов Чуропча – самое многочисленное. Ужнее количество участников у нас 189. И по 13 видам спорта мы здесь счастливы. По плану каждая команда, начальник делает свои прогнозы. И сейчас раньше не хочу так пересказать, но все идет по плану. В числе участников известные всем имена. Это многократные чемпионы мира, Европы, России и международных турниров. Среди них шашисты Гаврил Колесов, Матрена Наговицына, борцы Егор Пономарев, Владимир Кликонтов, многоборец Петр Старостин, теннисист Нюргун Сабарайкин и другие. Ну, спортивный улус считается, да. Поэтому там спортсменов каждый второй, или если не каждый первый, почти спортом занимается. Поэтому, ну, это уже не удивительно, я думаю. Чуропчинский улус – самая большая делегация приехала сюда, чтобы за медали бороться. На спортивных играх в «Амге» драматичной получилась игра по настольному теннису. Чуропчинцы вырывали победы в самых решающих моментах. Финал между командами Чуропчи и Усть-Алдана выдался зрелищным и полон интриг. Но Чуропчинский улус одержал победу со счетом 3-2. Все игры были очень тяжелые, начиная с группы, потому что у нас группа была очень сложная. Группы буквально со всеми командами сыграли 3-2. У нас по группе были три команды, из них две команды выходили на финальную сетку. По итогам седьмых игр народов Якутии Чуропчинский улус в своей группе уверенно занял первое место, повторив успех в пятилетней давности. Во все соревновательные дни они лидировали и не упустили свое преимущество. Инвалидность – это не приговор, а вызов для человека. Эти слова можно считать неофициальным слоганом игр народов Якутии в Амгинском улусе. Впервые в истории Якутской Олимпиады в программу игр были включены адаптивные виды спорта. Волейбол сидя, легкая атлетика, пулевая стрельба. Первые комплекты медалей были разыграны по легкой атлетике. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья были доступны дистанции 100, 200, 400 и 800 метров, а также толкание ядра. Седьмых спортивных игр народов Республики Соса Якутия. Толкание ядра является одной из дисциплин легкой атлетики. Как оказалось, доступным видом спорта для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. На Играх народов Якутии в Амге за медали по толканию ядра боролись 6 женщин и 12 мужчин с подобным недугом. Обладательницей золотой медали по толканию ядра среди женщин с поражением опорно-двигательного аппарата стала Виктория Петрова из Амгинского Улуса. Сидя на специальном метательном станке, используемом в адаптивной версии данных соревнований, она совершила бросок длиной 6 метров 15 сантиметров, который обеспечил ей главное место на пьедестале. Виктория Петрова является также капитаном женской сборной по волейболу сидя Амгинского Улуса. Более того, она входит в сборную республики. Они в октябре ездили на чемпионат России по волейболу сидя. И такая хорошая новость пришла, что девушки в России заняли третье место. Бронзовую медаль она привезла. У Виктории Петровой самый пик спортивной карьеры, и она уже строит планы на следующие игры народов Якутии в Усалданском Улусе. Сразу скажу, что мне нравится стрельба из лука. Хотела бы, чтобы в следующем году добавили стрельбу из лука для инвалидов. Будем надеяться, что пожелание Виктории будет учтено, и на следующих уже Усалданских играх адаптивный спорт пополнится новыми видами. Основное требование к судьям – это объективность, основанная на безукоризненном знании правил и умении грамотно их применять. Судья обязан доброжелательно относиться к участнику, а не видеть в нем злоумышленника, стремящегося незаметно нарушить правила. Все 250 судей седьмых спортивных игр Якутии прошли тщательный отбор. Мы заранее, в течение двух лет, провели около 60 соревнований. И, соответственно, за этот период времени, за эти соревнования, чемпионаты, первенства республики, среди школьников, которые у нас участвовали, соответственно, тут была апробация судей. Действительно, качество судей здесь оценивалось, во-первых, и конкурсный отбор прошли. И они именно участвовали на этих чемпионатах и первенствах. И излучаи излучаи, конечно же, попали именно в состав этой судейской коллегии. Любые спортивные соревнования не обходятся без споров и протестов. И вот тут-то и грамотное разрешение возникших споров решает многое. Роль судьи в спорте сложно переоценить. От его решения зависит и сход соревнований, и судьбы спортсменов. Объективность и беспристрастность судейского корпуса является залогом честного проведения турниров и справедливых результатов. Мандатные комиссии прошли 25 судей, читая главного судьи, главного секретаря и заместителя главного судьи. Работа спортивных судей хлопотливая и ответственная. Судейский авторитет не приобретается в приказном порядке, а завоевывается объективностью, добросовестностью и хорошей трудоспособностью самих судей. Судьи – первые помощники игроков на пути достижения высот в спорте. Помощники верные и справедливые. Именно такие объективные и беспристрастные судьи работали на седьмых спортивных играх народов Якутии в Амге. Волонтерцу все возрасты покорны Зоя Павлова Серебряный волонтер. Свои 68 лет она наравне с молодыми ребятами обслуживает одну из самых оживленных площадок игр – волейбольный зал. Судья скажет, подбегаешь и тряпкой протираешь пол, чтобы скользко не было. И мяч всегда мокрый становится, мяч вытираем. График плотный с самого раннего утра и до позднего вечера на ногах, пока не разойдутся последние болельщики и участники. Не впервой, говорит Серебряный волонтер, есть опыт работы на республиканских чемпионатах. Одна команда закончит и говорит, что мусор выбрасываем, все собираем. Хорошо так с молодыми наравне ходить, как будто бы себя молодой тоже считаешь. Волонтеры – это неотъемлемая часть любых крупных мероприятий. Они помогают в сложной организации событий и придут на помощь ко всем и участникам, и гостям мероприятия. Это яркая форма, помогает им выделиться даже в большой массе людей. Обратиться можно к ним по любому вопросу. Здравствуйте, а не поможете нам найти турнир? Мы работаем по 10 направлениям. Это аккредитация, администрация. Администрация – это штаб нашего волонтерства. Так, аккредитация, транспорт, безопасность, сопровождение лиц, проведение мероприятий, пропускной пункт и так далее. Евгения Анисимова записалась в добровольце еще в прошлом году до переноса игр на 2019-й. Год ожидания и, наконец, вместе с другими волонтерами девушка помогает строить историю. То, что ты помогаешь людям, вот это вот хорошо. Людям нужна помощь, и это сразу видно. И даже здесь вот каждым судьям или что-то еще, каждому человеку нужно. И вот мы помогаем. Яркие, активные, заметные. И пусть зачастую их труд остается незамеченным, но именно они создают настроение гостям и участникам. Сарглана Захарова, Семен Афанасьев, Амга. В соревновательных моментах никак не обойтись без болельщиков. Отрадно видеть, что среди них все чаще встречается и молодое поколение. На спортивных объектах Амги выступают сильнейшие спортсмены. А это значит, что им есть на кого равняться. Не секрет, что болельщики создают особую атмосферу в спорте. В эти дни в Амге среди скандирующей публики можно было услышать и самых юных зрителей. Во время игры по волейболу в первых рядах сидит Антон. Антон, без устали поддерживающий и переживающий за родной Усть-Алданский Улус. Нравится игра? Да, очень нравится. Усть-Алданский против Черопчинского. О, твои земляки играют, да? Конечно же, ты за своих болеешь. Да. Ну и как там? Какие успехи? Да, Усть-Алданский победишь, да? Братья Бурнашовы приехали с родителями из Якутска. Юные фанаты футбола с воодушевлением делятся впечатлениями от игры по мини-футболу. Вы за Якутск болеете, да? Да. Ага. Ну-ка расскажите, как они сыграли? Ну, сыграю со счетом 3-3 мяча. Хорошо сыграю. Кем мечтаете стать? Я хочу играть в футбол. Я хочу играть за Арсенал. А твой любимый футболист кто? Вообще любимый? Месси. 25 воспитанников спортивного лагеря Чепдик Мегина-Кангаласского Улуса специально прибыли на спортивные игры поболеть за своих земляков. Команда не подвела своих юных болельщиков и заушла в Финал. Это в истории спортивных игр народов Республики Саха-Якутия. Впервые так произошло, что мегинцы мы вышли в финал по футболу. И мы пришли поболеть, наши юные футболисты пришли поболеть за своих земляков, за своих коллег, за футболистов. И мы считаем, что завтра мы будем чемпионами. Нет сомнений, с такими болельщиками у амгинских игр особая атмосфера, которая не может не подарить спортсменам новые победы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова